Приветствую вас. Я думаю, что чтобы помочь вам стать увереннее, наверное, нужно для начала хотя бы понять, вследствие чего вы не уверены в себе. Почему вы в себе не уверены? То есть, есть какие-то факторы, очевидно, которые лишают вас уверенности в себе. И, наверное, прежде чем о чем-то говорить, нужно сперва понять, что эта уверенность вас отнимает на самом деле. Поэтому я думаю, что здесь можно в первую очередь ответить вам таким образом. То есть, вот, в результате чего ваша уверенность, она пропала? То есть, была ли она когда-то у вас вообще? Если была, то почему исчезла? Если не была, то, соответственно, с чем это связано? То есть, ну, ведь очевидно, что если у вас в семье, в семье, в вашей семье, есть такие основания для того, чтобы у вас не было уверенности в себе, то желательно вам для начала посмотреть, как влияет на вас семья и рассмотреть возможность сепарироваться от семьи. Вот. Ну, потому что в проактивном случае ничего не получится, да? Вот. Вот. А это очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Который, который нужно учитывать обязательно. Вот. А дальше, дальше. Следующее, что хочу сказать. Следующий момент, который хочу для вас донести. Как правило, уверенность людей, как правило, достигается через реализацию и осуществление определенного вида деятельности. Но деятельность эта непростая, а именно такая, которая могла бы вызвать у вас живую обратную связь. То есть, речь идет о деятельности, которая для вас имеет, ну, самое прямое значение, которая важна вам, которая цена вам и так далее. То есть, вот. А именно о такого рода деятельности в данном случае я говорю. И занимаясь идею, реализовывая данный вид деятельности, вы сможете обрести ту самую уверенность в себе, которые, которые у вас сейчас, вероятно, нет. Вот. То есть, это, мне кажется, такой момент, это, мне кажется, такой аспект. Вот. А исходя из того, что вы предоставили, исходя из той информации, которую вы предоставили, вам, наверное, сложно будет добавить что-нибудь еще, потому что вы абсолютно не раскрываете ни причин, почему вы не уверены в себе, вот, ни субъективной стороны своих переживаний. То есть, я имею ввиду, как вы сами чувствуете, ощущаете, понимаете свою неуверенность в себе и так далее. Вот. То есть, это все очень важные моменты, это все по-настоящему важные моменты, потому что напрямую они зависят от вас. И их нужно исследовать. И опираясь на них, опираясь на них, на эти моменты, можно будет уже о чем-то говорить, и можно вам будет что-либо рекомендовать. Вот. Исходя из той информации, которую вы предоставили. Вот. Так что, вам нужно либо рассказать свою историю несколько подробнее, вот, либо выбрать психолога на нашем ресурсе и работать уже непосредственно в режиме приватной беседы, для того, чтобы разобраться во всем том, что вас волнует и беспокоит. В целом, я хотел бы повторить. Увереннее помогает стать деятельностью, которая для вас важна и от которой вы получаете живую обратную связь. То есть, живую эмоционально окрашенную обратную связь. В результате этого человек становится увереннее в себе. Увереннее в себе человек становится в результате и принятия себя. То есть, когда человек отходит немного от оценочных суждений по отношению к себе, отходит немного от оценочных суждений по отношению к другим людям, отходит от сравниваний и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это все тоже очень важные моменты, которые я хотел до вас донести. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рада ночи. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ПОТВИДА КОНЕЦ КОНЕЦ